США и Китай по-прежнему расходятся во мнениях по ряду вопросов, заявила после 10-часовых переговоров в Пекине министр финансов США Джанет Йеллен. По ее словам, Вашингтон опасается нечестной экономической деятельности Китая, в частности препятствий, которые создает Пекин для доступа иностранных компаний на китайские рынки. Как пишет CNN, за последние месяцы китайские власти допросили сотрудников офиса американской консалтинговой компании и закрыли пекинский офис другой американской фирмы, задержав пятерых ее сотрудников. При этом США выступают за стабильные экономические отношения с Китаем, подчеркнула Джанет Йеллен. У США и Китая есть существенные разногласия. Об этих разногласиях необходимо говорить четко и прямо. Но мы с президентом Байденом не рассматриваем отношения между США и Китаем в рамках конфликта сверхгосударств. Мы считаем, что мир достаточно велик для того, чтобы обе наши страны могли процветать. Противоречия между странами остаются в вопросе технологий, которые США экспортируют в Китай. Речь идет о микрочипах и проводниках, которые Китай использует в военно-промышленной сфере. Ранее Министерство торговли США ввело новые меры контроля за экспортом в Китай. Ограничения запрещают, продажу полупроводников и связанных с ними технологий любому предприятию в Китае, включая американские компании. Также США добились и от своих союзников Японии и Нидерландов введения ограничений на продажу Китаю современных полупроводников. Вооруженные силы КНР, разведка и служба безопасности не смогут приобрести чувствительные технологии, имеющие военное применение. Угрозы постоянно меняются, и мы обновляем нашу политику, чтобы убедиться в том, что мы отвечаем на вызовы, исходящие от КНР, продолжая при этом вести информационную работу и координировать свои действия с союзниками и партнерами. Алан Эстевис, заместитель министра торговли США по вопросам промышленности и безопасности, в заявлении ведомства. В санкционный список США также был включен министр обороны Китая Ли Шан-Фу. В 2018 году против него были введены ограничения за участие в импорте вооружений из России. За несколько дней до приезда главы финансового ведомства США появились сообщения в американских СМИ о том, что Вашингтон намерен усилить санкции, в том числе из-за опасений реэкспорта технологий в Россию. «Я также подчеркнула важность прекращения жестокой и незаконной войны России против Украины. Поскольку мы продолжаем следить за внутренней ситуацией в России, поддержка Украины со стороны США не изменится. Я также сообщила, что китайские фирмы должны избегать оказания поддержки России или помощи в обходе санкций». По словам экспертов, ужесточение экспортного контроля США будет ограничивать возможности Китая по производству современных микросхем военного назначения примерно до 2027 года. Одна из сложных задач, которую пришлось решать Джанет Йеллен во время поездки в Пекин, состоит в том, чтобы убедительно доказать, что Вашингтон стремится к стабильным и конструктивным экономическим отношениям с Китаем, даже если дополнительные ограничения на торговлю высокими технологиями, вводится во имя национальной безопасности. Бейтс Гилл – исполнительный директор Центра анализа Китая при Институте политики азиатского общества в авторской колонке для издания «За дипломат». В свою очередь Пекин объявил о введении новых ограничений на экспорт США редкоземельных металлов, необходимых для производства полупроводников. А после переговоров Джанет Йеллен с вице-премьером КНР появилось сообщение официального информационного агентства «Синхуа» о том, что китайская сторона не согласна с политикой Вашингтона. Китай считает, что обобщение вопросов национальной безопасности США не способствует нормальным экономическим и торговым сделкам. Из сообщения информационного агентства «Синхуа». По мнению американских чиновников, в больших прорывах в отношениях двух стран после визита Джанет Йеллен в Пекин не ожидается.